Жан-Люк Дорбиле Жан-Люк Дорбиле Жан-Люк Дорбиле Потом мы были приглашены от Херман Бауман, который был игроком, может быть, 9 лет, и он был в квартире, много игроком, и он был игроком, только один нот, и Херман Бауман сказал, «О, это хорнист», только один нот. Но он был очень хорошо выступлением, поэтому это было просто вопросом, «Александра, пора перевести нашим телезрителям». Александра, пора перевести нашим телезрителям. На самом деле, это вполне естественно, что Оливье стал музыкантом, потому что Жан-Люк, он также являлся и дирижером, и является на сегодняшний день, и, безусловно, Оливье с самых ранних лет, с двух-трех лет уже присутствовал на многих репетициях, куда он приходил, благополучно засыпал, но между тем все равно его это очень интересовало. Затем он начал, собственно, свое становление как музыканта с игры на виолончели, и вот однажды они пришли в гости к одному своему знакомому, кто как раз является исполнителем на альпийском роге, и там у него была очень большая коллекция различных волторн, различных вариантов рожков, и просто с одной буквально ноты Оливье, ну, просто взял попробовать, скажем так, и вот их друг сказал, что ты станешь великолепным. Это был любой первый взгляд. И потом это просто была битва, скажем так, между решениями, быть виолончелистным все-таки продолжить свое образование в этой сфере, или вот направить весь хор. Но у нас же есть еще один инструмент, который находится в студии, Валторна. Кто на ней играет из доску? Мы имеем еще один инструмент. Это французский хорн, да? Это французский хорн, да? И ты его тоже играл? Да, да. Мы играли даже третий инструмент. Это как эволюция хорна, этот концепт, который мой папа написал. Это как первое движение на алпинском хорне, в очень натуральном направлении, и потом идет более модернный, натуральный хорн, и в конце это это последняя версия нашего инструмента. На самом деле у нас будет представлено вообще три варианта Валторн, то есть это будет представлять свою роду эволюцию музыкального инструмента. Как раз произведение Триттико, которое написано Жан-Люком Дарбиле, оно как раз и демонстрирует эту эволюцию. То есть в первой части мы видим такой традиционный, скажем так, музыкальный инструмент, затем более такую модернизированную версию, и уже в окончании современный вариант данного инструмента. Ну а мы не перестаем радовать наших телезрителей, и билет вот на завтрашний концерт может получить тот телезритель, кто правильно ответит нам на вопрос. А вопрос следующий. Из чего изготовлен аутентичный альпийский рожок? Есть три варианта ответа. Первый вариант это кедр, второй вариант пихта, или третий вариант береза. Пожалуйста, пишите нам на номер 9020, остров, далее пробел, ваш вариант ответа, и подписывайтесь. И, возможно, вы выиграете пригласительный на замечательный концерт, который завтра состоится в большом концертном зале. Ну и, конечно, необходимо сегодня с нашими гостями стороной тему пятницы 13-е. Поэтому сегодня узнавали, какие есть суеверия у спортсменов, у танцоров, у полицейских, у музыкантов, тем более швейцарцев. Какие есть приметы вот в пятницу 13-е? Боятся они этого числа или нет? Вы знаете, что сегодня сегодня на вечеринке, и это 13-е. В пятницу 13-е. У вас есть, как музыканты, какие-то суперстичные вероятности, что вы должны сделать что-то, или что-то не должны сделать что-то, которые связаны с этот день? Для композитора нет проблем. Для композитора нет проблем. Для игроков нет проблем. Так же, как и для исполнителей. Вот с кого надо брать пример. С музыканта, блин. Но проблем еще. У них есть такая шутка среди исполнителей на альпийском рожке, что вообще он такой очень непредсказуемый, скажем так, инструмент, потому что никогда точно не знали, что ты, как бы, вдыхаешь себя вот внутрь, только Бог знает, что в итоге получится на выходе. Здорово! Представляем. Альвье Дарбеле, музыкант из Швейцарии, Жан-Люк Дарбеле, композитор и его отец, Александр Степаненко, специалист Центра международных и региональных культурных связей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Но прежде чем уйдем на рекламу, можно попросить Альвье еще один звук издать для того, чтобы наши зрители окончательно проснулись. One more sound. One more sound. One more sound. Спасибо. Реклама.